всем привет друзья итак продолжаем мы играться в the elder scrolls онлайн сейчас мы пойдем по вот этому заданию храм скорбящих вод там какие-то проблемы с нежитью да как-то ведет себя не хорошо это нежить по-видимому исследовать поведение нежити так мы могли бы пойти сюда потом сюда потом сюда но я сначала хочу с этой стороны начать и уже продвигаться потом на запад интересно когда нам уже дадут коня там или еще кого паренек видимо любит просто мочить мобов ой меня тут нет до серии не было почти два дня но даже можно сказать два дня не было вот я бы сегодня выложил но такое дело у меня появился бета ключик от квейк чемпионс так что я теперь участвую в заботы клёвая игрушка будет жаль снимать ее нельзя я бы снял как мочит красота красота так правильно идем блин далеко будем переться если честно ну ладно пробежимся мы сейчас где а здесь заданий нету давайте посмотрим есть отлично здравствуй джуранда ра какие-то существа ей мешать сначала ураган теперь крысы из моря что дальше будет летающие грязные крабы серендар смелуюся нам нужно больше времени прежде чем появится инспекция инспекция какая инспекция инспекторы доминиона наша распорядительница хорани попросила их помощь разобраться с контрабандистами мы честные фермеры у нас хорошие покупатели наш лунный сахар используют только в качестве спец и киде они для варки скумы когда инспекторы поймут что мы не можем защитить наши поля нам конец защитить их от чего от мохнатых извивающихся визгливых маленьких крыс они после шторма заполонили всю плантацию инспекторы спросят как мы сможем защищать наши поля от воров скумоворов если не можем защитить их от этих гадящих гадящих пожирателей сахара чем я могу помочь узнай почему сенчат игры зольного хвоста валяются брюхом вверх вместо того чтобы набивать его крысами он рассчитывает раз сохранить работу после того как инспекторы найдут нам наших полях вредителей на наших полях что сделают инспекторы если найдут крыс на лучшем случае инспекторы порекомендуют конфисковать наш лунный сахар а в худшем на востоке одну плантацию сожгли было ли это из-за рекомендации инспекторов кто знает в любом случае мистраль будет оплакивать нашу кончину с уходом смеющихся лун скума потечет по улицам города это почему когда лунный сахар кончается народ обращается к контрабандистам а с ними приходит из кума но инспекторы не местные они не будут слушать если мы попытаемся объяснить чего мне начать если я хочу помочь тебе узнаю почему сенчат игры зимнего хвоста валяются брюхом так я это уже слышал мне задание уже выдали или нет что следует что сделать все ну-ка подожди она же не дала задание или дала до дала вот пойдемте так классно у них тут домики давайте заглянем в один закрыто туда вломиться можно наверное но там кто-то есть меня заметит а коня украсть можно ану слазь ладно ладно пойдемте дальше не пугай меня свинк тигры то не крыс должна жрать кто-то их подкармливает видимо это ты что ли не хочешь купить пушистый ковер или даже все три они все равно ни на что не годятся до афи даже ты что случилось с твоими сенч тиграми не ешьте крыс говорит каджит но они разве слушают нет глупые сенчи ленивые сенчи почему они не могут есть крыс так учета непонятное в этом предложении ну да ладно видимо перевели не так не ешьте крыс говорит каджит наверное ешьте крыс почему они не могут есть крыс они уже съели в том и проблема лунный сахар делать сон сонным если переесть его крысы едят лунный сахар сенчи едят крысы что получается ленивые сенчи особенно ты габани понятно 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 наркотических крыс сожрали бедняжки ты можешь заставить их снова сдвинуться с места с их набитым с сахаром брюхом нет эти бесполезные сенчи могут разве что крысу убить да и то если она сверху упадет с очень большой высоты если сенчи не сдвинуться с места то ты будешь делать стал морскими то что ты будешь делать стал морскими инспекторами зайти внутрь закрыть дверь и дождаться когда они уйдут нет дай каджиту подумать без сенчи и охотников что можно громовые жуки нет это не за что не сработает а ну-ка рассказывай что ты там придумал что насчет громовых жуков они развели неподалеку гнездо жуки охраняют свои драгоценные яйца от тех кто может их съесть да если ты возьмешь груду яиц и что разве они не попытаются защитить свои яйца несомненно но как только ты возьмешь яйца они станут бояться их повредить кинь по яйцу в каждую крысину нору и бешеные электрические разряды громовых жуков убьют крыс прежде чем прибудут инспекторы ты вон какой здоровый да маленький электрический удар не остановит тебя окей хорошо замечательно зеленый хвост хочет яиц оставишь немного да они такие вкусные так ладненько какие классные ливы блин почему или можно или можно такого впеты взять в будущем надеюсь что можно что там жрешь мне показалось он только что лапу товарищ откусил так украсть украсть а есть что-нибудь что не украсть я и так много украл так нам куда украсть яйца громового жука будет сделано они не нужно вот получаю получаю красота так яйца громового жука уничтожить крысиное гнездо окей давайте-ка мне надо как-то использовать эти яйца или они сами как пользуются да сами сработало нет бедные крысы круто ой так я уже хотел убежать за стрелой как в скайриме стрелу потерял да ё-моё навык сначала вот так отлично навык легкие доспехи повышен до шестого уровня эй больно прекрати так где еще а мы короче сколько нужно и взяли нам просто нужно теперь разобраться с крысами у меня кстати были домашние животные крысы прикольное создание правда срут до хрена ну давай что происходит отлично бедные крысята мне их даже жалко так а свинюшку можно убить о круто убийца свиней и это будет воровство блин не хочу воровать гаси этих крыс хоть они и милашки они так мило визжат так жалобно мне аж жаль кишки обрывки сыромятной кожи ладно блин этого хватает добра повсюду какой жучок так и еще одна что собрались мы не ожидали вас так скоро инспектор тарма а это инспектор тарма подождите нужно было приехать сюда раньше чтобы увидеть что здесь творится на самом деле блин подожди чувак я не закончил правда но нам нечего скрывать инспектор я часто это слышу мать клана слишком часто подожди а ты вообще кто это высший эльф да ну каких там не помню вроде высший я путаюсь в названиях всяких там эльфов их тут столько много хочет провести дуэль принять а где ты это ты хочешь давай 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 стелс я могу стелс уйти есть давай давай на получай я его херово вижу вот зачем здесь да ё-моё повернись ко мне это так неудобно что приходится получай но это дуэль будет вечно додлиться мне кажется а чё я не могу навык свой использовать а у меня это закончилось понятно как и и силушка короче говоря сейчас мы да я еще и наводиться на него должен точно что ли давай мальчи этого говнюка а чё он так отхиливается легко то на кью пьем заставим его хотя бы попотеть раз уж такое дело буду восстанавливать здоровье а как он достает так далеко то я чуть не врубаюсь блин я ему вообще на урона не наношу какой он левел он 5 ладно добивай добивай молодец так последний полученный урон ассасинсблейд из урона блин как-то неудобно серьезно как-то неудобно драться нужно точно наводиться чтобы бить а еще пол боя думал почему у меня навыки не работают думал может это и как его стамина не хватает так это хрень называется сейчас глянем запас сил короче вот этой хрени но нет это просто я не мог навестись нормально так я закончил с заданием здесь да режим подсобил инспектор через жака джей мы получаем все необычно могу я предложить более строгий отбор не штатники не всегда соответствуют чему чему неплохо придумано выманить громовых жуков из их насыпи таким способом затея достойная самого бандара значит и значит с ними покончено отлично я избавился от крыс отлично наш любезный инспектор очень терпелив к нам возможно проявление твоей изобретательности повлияет на его решение могу я еще чем-то помочь джоун и джоут любезно танцуют с тобой странник чтобы чтобы не нашел наш уважаемый инспектор мы у тебя в долгу red splater что это такое одноручное оружие булава привязываться при экипировке и золото 85 завершить задание кстати золото неплохо так дают золото так так я могу это куда-нибудь напялить вот сюда например нет не могу ладно когда уже нам кинжалы дадут я не понимаю их тоже надо прокачивать как бы если это место не прикроют поскольку это еще под вопросом матери клана следует нанять тебя на более законных условиях инспектор тарма до свидоса как мешает тут бизнес людям вести со своими правилами и законами так ладненько выходим на дорогу и погнали дальше по-моему уже утро наступило вам так не кажется блин люблю дождик особенно вот такой моросящий я говорю про реальность а не про его хотя в игре это тоже прикольно так так что тут можно подобрать то подожди тут тебе показалось какой-то домик а ну-ка а ну-ка а ну-ка давайте заглянем туда какой у меня левел кстати у меня же пятый да вот у меня пятый у того чувака был пятый и он меня забил на смерти лопатой какой-то причем я ему урона практически не наносил как так я теперь буду думать об этом постоянно не может быть что лучник настолько бесполезен или в моих руках он такой а в красотке танцуют класс класс так пойдемте брать задание держись отец я тебя не брошу отец погорел на пожаре брат пропал снилуйся срендар что здесь произошло наш склад с лунным сахаром сгорелся отец хотел спасти наше хозяйство забежал внутрь и ожоги не слишком сильны но сладкий дымок повредил легкие без эффективных лекарств он не продержится и дня я могу что-нибудь сделать отец пытался спасти наши химические инструменты если они пережили пожар я смогу обменять их на лекарства прошу это все что я могу сделать чтобы спасти жизнь моему отцу этот каджит умоляет тебя спасти инструменты из наших складов я найду инструменты не поврежденные пожаром прошу тебя возвращайся поскорее с инструментами если я не смогу обменять их на лекарства отец умрет что вы здесь выращиваете а лунный сахар короче тростник лунного сахара очень хорошо растет на этой на этом острове мы народ сладкоежек и нам вечно его не хватает для наших людей сладкоежки зачем фермеру алхимические инструменты нам нужно выплачивать долги если наши соседи получат еще землю то продадут на рынке больше урожая чем мы мы должны прибегнуть к алхимии чтобы улучшить урожай так и урожай был большой да в этом сезоне немного больше чем обычно но сейчас это не важно ты упомянула что твой брат пропал да у забана ма нрав как у урагана после большой ссоры с этой с этой а с ней понятно он умчался в бешенстве и оставил нас с короткими когтями отец должен был отменить поездку в мистраль но теперь он теперь ему херова да ладно поможем ей дневник забан на ма так дневник забана ма на плантации все изменилось сборщики налогов больше не посещают нас а сестра всегда покупает только самое дорогое мясо откуда берутся деньги урожай в этом году был ужасен в прошлом месяце мы едва собрали десяток тюков она наверное скому делает куда сестра постоянно уходит иногда она пропадает часами ведет себя так будто ничего не произошло отец молчит это неправильно короче им алхимические инструменты нужны чтобы скому делать да ведем расследование старая листовка старая листовка чего доминиона доминиона вы несомненно отметили присут так вы несомненно отметили присутствие представителей талмара на вашем прекрасном острове это посланники альдмерского доминиона вестники вашего светлого будущего радуйтесь ибо величественный золотой флот гордость доминионского флота скоро прибудет свободный порт мистраль для продолжительного пополнения запасов хозяева трактиров подготовьтесь короче понятно понятно это военные доминиона вымогают у простого народа хавчики все такое припасы так еще пишут такие радуйтесь радуйтесь что мы пришли забрать у вас все обгоревший верстак тлеющие алхимические инструменты обугленный верстак давайте сначала к обгоревшему верстаку плантация крапчатых ракушек кстати здесь возможно есть где-то руда или что-то в этом роде хотя ладно по заданию сначала офицер лорин я не видела тебя раньше здесь на острове во имя талмара что тебе здесь нужно прибытие на этот остров вовсе не входило в мои планы а кораблекрушение ураган страшнее я не видел не видела несколько десятков лет вот кстати вот кстати в чем проблема любительского перевода переводчики наверное просто переводили текст с английского и не знали кто его произносит офицер лорин разве что имя наверное видели но это имя можно отнести как к мужику так и к бабе вот и получается вот такие вот недопонимания видел видела так если пойдешь через эту плантацию смотри под ноги прошлой ночью некоторые дома сгорелись обычно злокрысы держатся в стороне но сейчас они что-то разошлись я буду осторожен мне нужно вернуться к инспекции если увидишь что-то подозрительное ты обязан рассказать нам об этом дыма без огня не бывает так гнездом кенари управляет доминен пока нет в качестве знака хорошего отношения внутренний совет талмара послал нас помочь распорядительница в решении проблем с контрабандистами на острове если это был поджог виновник ответит по закону что такое талмар давайте спросим может кто не знает правительство доминиона я офицер ответственный за поддержание спокойствия они послали нас в гнездо кенарти несколько недель назад нами командует инспектор тарма его можно найти на плантации смеющихся лун она в центре острова ну я уже его нашел в пожаре пострадал один из фермеров с плантацией видела его на пути сюда да мы дали его дочери какие-то лекарства но выглядит он ужасно ладушки ладненько пойдемте к верстаку это крыса такая огромная я думал какая-то собака а это походу крыса так это где-то там верстак покрыт расплавленным стеклом и вы не находите ничего чтобы можно что можно спасти окей еще не нашел ладно дальше идем тлеющие алхимические инструменты ой как-то блин медленно с луком мы бегаем с ним вообще можно стрейфить там и так далее ну кайтить точнее говоря кайтить а ну-ка блин вот натягивая тетиву я еще медленнее двигаюсь что за бред так алхимические инструменты в этой кладовой полностью уничтожены огнем блин херово так еще с тебя не упало умри кстати когда там у меня уже лук прокачается хочу новый навык а уже прокачался выстрелы в небеса множество стрел туча стрел а круто круто то что я и хочу а как мне его теперь вынести так сейчас уберем какой-нибудь навык ну я думаю мне не нужен сейчас скажу какой или все же он мне нужен мне пока тени нужна думаю shadow clock хотя ее прокачивать бы стоило я пока не знаю какие ветки тут прокачивать в первую очередь пока не решил так ладно но тут у нас мы будем хотя бы вот вот этот навык использовать частенько тем самым будем прокачивать ветку так что вот так пиш крыш прочь из земли моей семьи это наверное братишка да Забанма. Если ты собираешься ограбить плантацию моей семьи, я тебе задам. Азбира попросила меня найти алхимические инструменты. Слишком поздно, сахарный воришка. Все кальцинаторы были уничтожены при пожаре. Погоди, я думал, что сестра сама придет за инструментами. Зачем она послала незнакомца? Она с твоим отцом. Он серьезно пострадал в пожаре. Ты лжешь. Мой отец вчера отправился на рынок в Нистраль. Разве нет? О нет, я устроил пожар, чтобы уничтожить эти чертовы инструменты, а не навредить кому-то. Тем более отцу. Тем более отцу. И плачет. Зачем ты поджег плантацию своей семьи? Наш последний урожай пожрали громовые жуки. Несмотря на долги, Азбира купила алхимические инструменты, чтобы улучшить урожай, как она сказала. Но на прошлой неделе я видел, как она варит скуму. Я так и знал! Этот мерзкий наркотик уничтожает жизни. Когда она отказалась прекратить, я понял, что нужно сделать. Блин, а какой же я проницательный, ребята! Вы че? Вот че? Хотя вы тоже об этом, наверное, догадались. Сложно было не догадаться, да? Как мне узнать правду, и ты говоришь? Если нужно уничтожить лишь инструменты, зачем поджигать все? Я не хочу, чтобы мою семью заключили в кемницу. Огонь должен был уничтожить все следы скумы. Недавно я видел, как моя сестра закапывала что-то на берегу. Я бы пошел туда, но мне нужно оставаться с отцом. Не мог бы ты посмотреть, куму ли она спрятала на пляже? Так. Если я верну тебе скума, что ты с ней сделаешь? Уничтожу. С деньгами, которые мы потратим на восстановление, будет так сложно... Так, словно скума никогда и не существовала. Я бы предпочел, чтобы к нам постучались сборщики налогов, чем дилеры скумы. Проклятие, отцу было бы лучше в Мистрале. Я поищу скумы. Так, моя сестра поместила разноцветные ракушки в те места, где что-то закопало. Готов поспорить, там целый мешок, полный флаконов скумы. Я останусь с отцом. Если найдешь что-нибудь, принеси мне. Я принесу тебе всю скуму, которую найду. Мне и правда стоит проведать отца. Что такое скума? Ну, блин, наркота. Давно ли твоя сестра варит скуму? Да меня это не интересует. Давно, недавно. Наверное, из-за бедности или типа того. Решила подзаработать. Из-за конкурентов, как она нам рассказывала, да? Да уж, уничтожил улики. Правда, можно, наверное, будет его той стражнице сдать. Мол, это он настроил поджог. Интересно, можно такую подлянку устроить? Надо будет проверить. Так, нам куда? А, блин, далеко. Ну, ладно, пойдемте. С добрым утром, друзья, с добрым утром. О, сундук. Так. Круто. И лук новый дают. Супер. Лучше моего, да? Да, лучше. Круто. Сразу надеваем. Отлично. Ну-ка. Красивый. Мне нравится. Хоть какой-то дизайн. У этого лука. Так, мы где? Мы близко. У кого? У каких бандитов? Получай. Лови. Лови. А, ну-ка, что-то тут спрятала. Мешок с флаконами скумы. Точно. Я был прав. Она варила скуму. Брейкинг-бет, как говорится, да? Отправилась во все чашки. Девчонка. И мы ее спалили. Так. Это что? Сначала сюда. О, еще один сундук. Что у нас тут? Да е-мое. Да и блин. Вот так. Вот так. Вот так. Есть. Хомс, пум, глобс, оф хелс. Макс здоровья. Снижать затраты на блокирование. Херня какая-то. Ну, денежки главное. Да и все на халяву, так что нечего жаловаться. Вот так. Ой, я тебя не заметил. Отойди от меня. А батя, интересно, чем... А, он от пожара пострадал. Я уже начинаю думать, что, возможно, он скумы наглотался. Слишком много. Хе-хе-хе. Мало ли. Так, а где эта самая... Гражданка, начальник, которая тут стояла? Которая просила мне дать знать, если я узнаю, кто поджоги устраивал. Хм. Ладно. Сестренка его довольной не будет, мне кажется. Так, а куда они делись? Сбежали, что ли? Или хотят сбежать? А, вот она. Ты. Эй, ты, иди сюда. Ну? Я спрашивал местных, не то с корабля, разбившегося у орлинга орлинного взморья, я никогда раньше тебя не видел. Хватит лгать. Ты торгуешь скумой, так? Я работаю на себя, я не торгую скумой. Этот фермер трясся так, что чуть замертво не умерли. Думаешь, я не смогу опознать спередозировку скумой? Думаешь, я не знаю, почему у злокрысов пена изо рта? Мне следовало бы арестовать всех вас. Причем здесь я. Не понимаю, о чем ты говоришь. Погоди, я нашел эту скуму на побережье. Позволь поговорить с семьей. Я докажу, что я тут ни при чем. Че делать? Солгать? Че она так рот скривила? Тянешь время, чтобы согласовать истории? Давай, давай, но я буду рядом. Предупреждаю, мои уши так же остры, как мои кинжалы. Я докажу это тебе, если только попробуешь шептаться. Несвидос. А какого ты левела-то, чтобы я знал, могу ли я тебя убить? Хотя, хочу ли я тебя убивать? Давайте посмотрим. Ладно. Мой отец умер, а сейчас этой чужеземкой из Доминиона хочет швырнуть меня в тюрьму. Ой, в темницу. Говорят, они нашли доказательства того, что на складах была скума, но это невозможно. Я нашел то, что было закопано под теми ракушками. А с сестрой я могу поговорить? А сестра убита горем, да? Папашу отравила. О, руда. Подождите, я отвлекся. Со мной бывает. Так что же мне сказать-то? Ничего нового не появилось в диалогах? Так, давай-ка. Я нашел то, что было закопано. Тогда офицер Лорин ничего не нашла на складах, несмотря на подозрения. Она блефует. Что ты скажешь ей? Я сделаю то, что считаю правильным. Правильно это позволит нам восстановиться от трагедии, а не заставлять страдать еще больше. Прошу, сделай все по совести. Да вы наркоторговцы. Она наркоторговец. А ты это покрывал. Ну да ладно, не знаю, что делать. Я нашел эту скуму на побережье. Не понимаю, с чем ты говоришь. Последний шанс. Если никто не скажет мне, где скума, вам придется отвечать за последствия. Это коджиты лишились отца. Зачем ты их изводишь? Ну, видишь ли, задавать вопрос это моя работа. Скуму и лихорадку могли вызвать испарение лунного сахара. Может быть, иногда я вижу скуму там, где ее нет. Я оставлю их наедине с их горем. До свидания. Солдаты, присматривайте за этими несчастными. Как только они устроятся, вернись в Мистраль и доложи обо всем. Какой-то маленький солдат. Совсем маленький. Таких разве в армию берут? Спасибо, сам Серендар одобрил бы твои поступки. Отдай им мне скуму, чтобы я мог уничтожить ее. Я хочу закончить начатое. Держи. Спасибо, я сейчас же уничтожу ее. Моя сестра, все, что у меня осталось, мы должны научиться прощать друг друга. Друг друга, если хотим восстановить с плантацией. Сухар джекет. Сахарный костюмчик. Так. Легкие доспехи. Отлично. Продавайте свои предметы любым продавцам. Или... Блин, а место закончилось. Что тут можно выкинуть? Например, вот это. За одну голду. А есть еще дешевле. Красное мясо. Ингредиент. Компонент для создания предметов. Блин, что можно выкинуть? Мирская руна. Вот это, например. Что-то еще. А хотя хватит, да? Давайте сдадим задание. Отлично. Ты... Отлично. Новая броня. Круто, круто. Я с тобой, сестра. Батю жалко. Бедняга. Наверное, он был хорошим человеком. Раз... Скуму выращивал. Ой. Отвали. А, валим. Ну что ж, мы, по-моему, добрались почти. Совсем чуть-чуть осталось. Но это уже будет в следующей серии. В следующей серии мы узнаем, что стало с этими зомби. Но неплохо так. По пути, как обычно. Как обычно, The Elder Scrolls. Пока доберешься до основного задания. Подожди, минутку. Ну, давайте поговорим с ней. Пожалуйста, мне нужна твоя помощь. Жизнь моего учителя в опасности. Что случилось? Я участвую в экспедиции из Орлиного взморья. Когда мы осматривали храм Скорбящих Вод, мертвые начали вставать. Остальные сбежали, но мой учитель так и не появился. Рурелий, он научил меня, когда лучше попросить помощь. Что ж, я прошу помощи. Гатвер. Что мне нужно сделать? На храм наложено два магических оберега, помеченных знаками Скорпиона и Паука. Если сумеешь отконять снег вецов, пока я разрушаю обереги, мы сможем найти Рурелиона вместе. Как тебе план? Так, она, наверное, сейчас с нами пойдет. Все-таки возьму задание в следующей серии. А пока, друзья, давайте возле этих овечек попрощаемся друг с другом. Надеюсь, вам понравилась эта серия, как всегда. Ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте. Комментируйте и увидимся в следующих эпизодах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok